Здравствуйте, уважаемые слушатели! Что бы я хотел вам рассказать в сегодняшнем уроке? Хотел бы рассказать о такой программке, как формат FACTORY. Эта программка существует для переделывания формата видео. Допустим, у вас есть формат какой-либо видео, предположим, ЭКВ. Это достаточно серьезный формат, он много весит, но зато он очень качественный. Есть там форматы видео разные. Некоторые, допустим, воспроизводятся обычными плеерами, некоторые нет. И у вас, допустим, цель такая. Вот у меня, предположим, войду в клип, и вот есть формат такой видео MPG. Но он, так скажем, хуже воспроизводится плеерами, чем формат IV. Некоторыми плеерами. Конечно, есть некоторые плееры, которым по барабану какой формат воспроизводить, они воспроизводят все, но некоторые воспроизводят его плохо. И вот вам надо переделать его. Для этого существует вот эта программка, формат FACTORY. Можете прямо сейчас ввести в Яндексе, остановить урок, ввести в Яндексе, скачать по-быстренькому, установить. Вы должны все это уже уметь. И приступим сразу же к какому-нибудь форматированию какому-нибудь видео. Точнее, правильно называется это конвертирование. Извиняюсь. И давайте сейчас переделаем это видео. Вот я ее уже открыл. Когда установите ее, откроете, вот у вас появится такая панель. У меня вот версия 2.60 русская. Если хотите, вы здесь можете ввести прям 2.60. То есть, вот когда вводите формат FACTORY, здесь есть 2.60 русская. И сразу сетап выбираете в Яндексе. Вот такое введите. И скачаете. По первой попробуйте, по второй ссылке, по третьей, по какой получится. По идее, с первой должно получиться. У меня с первой вроде получилось. Вот. Передо мной эта задача стоит часто, поэтому меня, в принципе, эта программка очень устраивает. При том, здесь можно конвертировать и аудио, и фото переделывать в разные форматы. В общем, достаточно такая расширенная программка, хорошая прям. Она, вам думаю, будет часто пригождаться, если есть такое слово. Ну, давайте попробуем переделать. Вот, выберем формат. Мне нужно переделать все в IV. Вот, выбираем все в IV, нажимаем просто, да. И нужно выбрать файл, который мы будем переделывать. Выбираем файл. Вот компьютер, диск D, моя музыка. У меня это в клипах. И, как называется, Eminem The Real Slim Shaggy, да? Вот он, Eminem The Real Slim Shaggy. Открыть. Вот, и сразу же здесь показывается размер. Какой, какая длина. И размер видео. Так, теперь нажимаем настроить. Вот, быстро показал. Вот сейчас мы нажимали файл, а теперь нажимаем выше настроить. Это то, что мы будем переделывать. Настроить. Тип IV будет. Видеопоток. Так. Видеокодек. В принципе, вот это все можете оставить, да? Тут вот есть на выбор. Нажимайте, когда на эту самую, на поле. Здесь есть выбор. Но, моим советом, лучше не путайтесь. Я вам скажу, что тут можно изменять. В основном изменяется все в аудиокодеке. Вот аудио будет MP3. Вот частота. Ее можете поставить поменьше, можете побольше. Но 4410 это такая самая нормальная. Вот, чаще всего размер видео зависит именно от аудиопотока, который в нем присутствует. То есть битрейт, но чем хуже вы настроите его здесь, чем меньше цифры, тем, разумеется, хуже будет звучать аудио. Поэтому настраивайте, как вам удобно. Вот битрейт 128 достаточно маленький. Лучше поставить 256. Видео будет побольше, но зато будет хорошо звучать. Канала 2. Это нормально. Без звука нет. Ну и все правильно, да. Ну и в принципе здесь ничего не нужно больше настраивать. Если хотите, посмотрите. Здесь настройки такие, в принципе, не особо нужны и для профессионалов. Вам вот только вот эта вот настройка аудиопотока нужна. Видеопоток настроится самостоятельно. Почему я вам не советую его трогать? Потому что он полагается на то предыдущее видео. То есть видите, здесь показывается длина и размер видео. Если вы сейчас, предположим, поставите здесь больше, да, видеоразмер, то он будет показываться, вот допустим 720 на 576 вы поставите, то он будет показываться квадратиками, потому что тот был размер меньше, да, а вы поставите больше. Разумеется, он вряд ли из меньшего в большее переделает. Урезать всегда все можно, а вот вернуть назад уже нельзя. Ну и все, вот так настроили. Вот здесь вот поставили 256, мы вот только это изменили, да, и нажимаем ОК. Теперь выбирайте папку, в которую нужно загрузить выполненное видео, то есть сделанное, переделанное ваше видео. Давайте я выберу диск D, и где тут новая папка, вот сюда я обычно делаю, да, все наше, и нажимаю ОК. Вот теперь, как бы вот здесь, в эту панель выдались настройки. Сюда вы можете добавить сразу несколько, да, опять все, в IV нажимаете, все в IV нажимаете, и опять появляется эта панель. Здесь будет несколько списков, да. Ну, я вам покажу на одном, чтобы было проще и побыстрее урок был. Вот, потом вы выделяете вот это. Если у вас несколько, то вы выделяете несколько, и нажимаете старт. И все, вот здесь будет показано состояние, да. Вот, я отключусь, и когда, так скажем, состояние будет, дойдет до 90%, до 95%, я подключу. Вот, у меня уже не успел нажать, быстро закончилось. Вот, у меня все выполнено, нажалось, да. То есть теперь идем и проверяем в ту папку, в которую мы сохранили. Новая папка, 1.12. И вот он. Видите, всего лишь весит 27 мегабайт, да. 26 даже и 6. Вот. Открываем. И, как видите, сейчас будет тоже воспроизводиться. Все точно так же. Ну, вот, как вы видите, все играется нормально, да. То есть, ну, зато весит меньше. Предположим, вам нужно еще, зачем вот эта программка, нужно закинуть какой-то клип на телефон. А он вот весит те же 44 мегабайта. Конечно же, 44 мегабайта это много. Вот, жали 26.6, это уже хорошо. Но для телефона, я скажу вам честно, очень качественно. И поэтому можете здесь еще в настройках, допустим, когда будете настраивать настройки IV, вот уменьшить вот здесь вот до частота звука до 22 и битрейт вернуть вот как он и был. 128 или еще меньше. Некоторые ставят вообще 96 или 64. Звук будет плоховатый, но зато видео получится. И видеокодек можете поставить. Есть послабее. Вот, например, вроде MPEG-2 он послабее, да, будет. То есть, и он будет меньше, качество, конечно, будет похуже, но у телефона экран меньше намного, да. Поэтому, в общем, я думаю, здесь поэкспериментируйте. Здесь, так скажем, лучше определять методом тыка. Вот, это вот одно из тех, одна из тех, один из тех параметров, которые лучше определять методом тыка. Надеюсь, этот урок показался вам полезным. Благодарю за внимание. До встречи в следующих видео уроках. Пока.